В этот день, 17 мая 1801 года, был поставлен памятник недавно ушедшему из жизни Александру Суворову. 17 мая 1913 года в центре Ташкента был открыт памятник генералу Константину фон Кауфману, покорителю Средней Азии. 17 мая 1919 года власти РССР объявили национализацию церковного и монастырского имущества. 17 мая 1988 года на территории Московского Кремля был найден большой московский клад, в который вошли около 300 серебряных изделий XII-XIII веков. 17 мая 1939 года советские части вступили в бои с японцами на реке Халхинго. Об этих сражениях, пока они шли, не писали советские газеты. Руководство СССР не желало увязнуть в конфликте, поэтому так и не объявило войны Японии. Зато в стране восходящего солнца эти события прозвали не иначе, как «Вторая русско-японская война». Еще в 1920-е годы в Токио открылась дискуссия, куда продвигать свою экспансию. Были два направления – Тихоокеанское, здесь пришлось бы столкнуться с США или Северное в Советской области. До поры японцы склонялись ко второму варианту. Тогда-то и родилась идея Великой Японии вплоть до озера Байкал. Впервые японцы опробовали силы в 1938 году. Они совершили нападение на части Красной Армии у озера Хасан, но уверенная победа советских солдат заставила японцев обратить свое внимание на монгольские степи. У Советского Союза существовал договор о взаимопомощи с Республикой Монголия. Японцы об этом знали. Скорее всего, они и рассчитывали на то, что снова получится спровоцировать северного соседа. Япония и ее союзница Манчжоу Го заявили о своих притязаниях на часть Монголии. В ход пошла даже подделка карт. Якобы эти территории в древности находились в Манчжурии. И вот в январе 1939 года были атакованы позиции монгольских пограничников. Стычки продолжались вплоть до мая. Тогда японцы оптимизировались и им удалось продвинуться вглубь Монголии на 15 километров. Но там, 17 мая, они встретились уже с новым противником – советским солдатом. Оперативной группе 11-й танковой бригады старшего лейтенанта Быкова 21 мая удалось оттеснить неприятеля за реку Халхингол в Манчжурию. Тем временем советский МИД отправил ноты протеста в посольство Японии, но их просто проигнорировали. К концу мая ситуация на фронте поменялась. Советские войска под давлением оставили восточный берег Халхингола и командующего сменили. Тогда-то в Монголии свое первое серьезное назначение получил малоизвестный еще Жуков. И будущий маршал победы в грязь лицом не ударил. Однако в июле наступил еще один кризис. Во время наступления врага Жуков, вопреки инструкции, бросил в бой резерв. Потом его действия проверяла специальная комиссия. И он едва не стал жертвой очередного витка репрессий. Например, допустивший небольшую ошибку комбриг Богданов будет осужден на 4 года. В июне основные бои переместились в воздухе. Поначалу сила была у японцев, рассказывает летчик-истребитель Антон Якименко. Война началась неудачно для нас. Японцы сумели захватить господство в воздухе. Почему так произошло? Мы встретили над Халхинголом японских ветеранов, которые до этого два года воевали в Китае. После очередного поражения на Халхингол перекинули группу летчиков-асов под командованием Смушкевича, получивших опыт в Испании. Переломным моментом можно считать 22 июня 1939 года, когда состояло самое большое воздушное сражение. С обеих сторон участвовало более 100 самолетов. Японцы потеряли более 30 из них. Когда пришла победа в воздухе, Жуков подготовил ее на земле. Он изобразил подготовку к обороне. Рыли окопы, блиндажи. И вдруг в конце августа началась атака. И такая, что к 1 сентября удалось полностью очистить Монголию. Командир танка Василий Руднев. Были и смертники с минами на бамбуковых шестах. От них понесли особенно тяжелый урон. Только шахматный боевой порядок во время атаки и взаимодействия с пехотой позволили снизить потери от бутылочников и минеров. Победа была окончательной. Однако переходить к границе у Монголии не стали. Зато они впервые рассказали в газетах. Японцы же окончательно убедились в том, что перед ними серьезный противник. Во многом благодаря этому Токио отказался от планов напасть на СССР во время Отечественной войны. И направил свои силы против США. Последствия войны на два фронта в 41 году могли стать самыми печальными для России. Но не стали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова